И снова здравствуйте! Надеюсь, вы успели запастись попкорном, потому что сейчас будет детальный обзор событий в обновлении 4.45. И первое событие – это годовщина СОЛ. Да, вы спросите, почему СОЛ? А потому что разработчики, наши переводчики, перевели нам данную игру так. Но мы привыкли, что у нас корявый перевод, и мы все знаем, что наша игра называется СОК. Но все-таки приступим. Юбилейное путешествие. Нам надо заходить каждый день в игру 15 дней подряд. Мы заходим, мы делимся в соцсетях и получаем за это награду. За первый день мы получаем замок на один день, а также кое-какие ресурсы и предметы. За десятый день мы получим постоянный облик. Ребята, я не знаю, с чем это связано, но разработчики нас прям задаривают постоянными обликами. Этот облик у нас совершенно бесплатен, но есть облики, которые мы покупаем в пакете, целых 2 штуки, и не рандомно, и не кусочками. Мы получаем 2 облика за 7 тысяч. И также в юбилейной отметке за 300 рублей мы получаем за 25 дней целый облик. То есть, нас разработчики прям задаривают обликами, и мы можем иметь 4 облика, даже не напрягаясь. Поэтому, что будет дальше, или к чему нас готовят, неизвестно. Либо просто задаривают за свои баги и за свои ошибки. Давайте мы посмотрим, как выглядит данный замок на карте мира. Вот он, замок. Мы его применяем. Да, он на один день, но через 10 дней мы будем иметь постоянный облик. Ну, если ничего не изменится, конечно. Смотрите, на ферме я уже активировала данный облик, и они так прикольно соединяются линиями, что можно делать разные пентаграммы и вызывать каких-либо существ. Только не знаю, смотрите аккуратнее с этим. Мало ли, вызовите кого-нибудь не того. Но это все-таки прикольно. Так, давайте все-таки мы перейдем к нашему событию. Следующее событие – это золотой фонтан. Здесь нам надо собирать фрагменты. Если мы соберем 9 фрагментов, то мы можем получить неизвестно какое количество золота. Это рандомно. Но все же, за выполнение обыденных действий получить золото – это прикольно. Только не очень понятно. Всего 5 миллиардов золота, но оставшееся золото осталось гораздо меньше. Китайцы там, наверное, уже все золото наше съели. Но надеюсь, что нам тоже чуть-чуть до останется. Вы можете получить осколки фонтана через различные игровые события в игре или в подарок от друзей. Просите друзей помочь. Может кто-то поделится кусочком. А если нет, то выполняйте события. То есть, стройте солдат, вербуйте героев, либо загадывайте желание. Давайте мы попробуем завербовать героев и посмотрим, через сколько нам выпадет хотя бы один фрагмент. Так, мы потратили 31 продвинутую карту. Нам выпал один фрагмент. Всего лишь осталось собрать 8. Ну, я думаю, это не так трудно. Хотя, эти карточки выпадают, эти фрагменты, точнее, выпадают очень скудно. Их очень трудно реально поймать. Я на ферме потратила около 100 карт, и мне выпала после этого только карточка. Поэтому это реально рандомно. Но, надеюсь, все-таки наши замки будут более удачливы. Давайте посмотрим, сколько мы потратим желаний, чтобы взять хотя бы один фрагмент. У нас есть 17 бесплатных желаний. И на бесплатных желаниях нам выпадает фрагмент. Это прям что-то с чем-то. Мой замок кто-то осветил, наверное. Он был проклят. Ну, а сейчас как-то даже очень хорошо выигрывает. Следующий я не буду делать. Вы поняли, что и как. Делаем, забираем карточки, потом загадываем желание и получаем наше золото. Следующее событие это экспедиция королевств. Наконец-то данное событие вышло для всех королевств. Это таинственное море. Все его очень долго ждали. Было много разговоров и в чатах, и в группах, и в игре про это событие. Когда же оно откроется? Вот оно открылось. Так, секунду, я вылечу солдат. И потом мы с вами выйдем на наше поле и посмотрим, изменилось ли оно. Так, мы вышли на поле. Пока вроде все как и в тесте. Давайте все-таки оглядимся. Так, вода, вода, вода. Карта у нас осталась такой же. Давайте посмотрим на трон. Короля сейчас нет, поэтому ежедневное приветствие мы не можем сделать и получить награду. Чтобы это взять, нам нужен король. Давайте посмотрим, что же еще у нас тут появилось. Смотрите, у нас тут какие-то кракозябры. Это прикольно, так как вроде как бы морское же событие, а были обычные монстры. А тут вот такие кракозябрики. Ну, только как-то на суше они не очень смотрятся, но все-таки прикольно. Да, еще, ребята, здесь самый большой это 36-й монстр. Поэтому желательно бить 36-й монстров и бейте их с графемой Охотник за ветром. Вы получите гораздо больше награду. Так же, как за первую кровь, либо за сами убийства монстров. Так, у нас тут еще появились новые плитки. Давайте мы их найдем, а пока ищем, продолжим говорить про поле. В прошлом видео про таинственное море я вам говорила, что солдаты не умирают. И когда вы возвращаетесь в оригинальное королевство, все солдаты у вас возвращаются. Но это был тест. Сейчас же солдаты умирают. Так, мы нашли нашу плиточку новую вот с такими камушками. Собирайте эти камушки, они нам очень пригодятся в следующем событии со строительством. Так, продолжим. Солдаты у нас умирают. Так что будьте аккуратны. Когда вы атакуете и ваши солдаты умирают, они умирают и в оригинальном королевстве. Они не попадают в больничку и они вам не вернутся. Так же, если вас атакуют и потери превышают ваши медпалатки, они так же умирают. Все как нажили. Больше такого нету. Вы вернулись и солдаты у вас вернулись. Так, но в понедельник вы этих солдат можете вернуть из башни изгнанников. Ну, хотя бы какой-то плюс. Желательно каждый день. Каждый игрок должен убивать 10 монстров и собирать 10 плиток. Это даст бонус ко всему королевству. Поэтому это в ваших интересах. Заходим на поле, убиваем монстров, собираем ресурсы. А воевать или не воевать, это уже решаете вы. Какой стиль игры у вас в данный момент. Так, давайте мы вернемся в оригинальное королевство. Больше тут разговаривать не о чем. И посмотрим, что еще у нас есть в данном событии. У нас есть созыв союзника. Но оно пока отключено, поэтому мы ждем и надеемся, что у нас будет 3 замка, которые мы сможем вернуть. И награды будут улучшены. Об этом мы с вами читали в веб-событие. Ну а на этом мы с вами заканчиваем. Больше о этом событии мы с вами говорить не будем. Да и смысла больше нет. Все все поняли, как и что делать. Поэтому всем хорошей игры. Смотрим следующее видео про другое событие. Смотрим следующее видео про другое событие.